всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра слова лаврова вызвали истерику у польши российские ракеты нацелены на польские города перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска перенос американского ядерного оружия в польшу насторожил москву но глава мид лавров выразил сомнения в реализации таких планов в польше все поняли по-своему российские ракеты нацелены на польские города и стерят поляки в комментариях к новости москва сомневается что вашингтон реализует на практике план по передислокации ядерного оружия из германии в польшу сказал на пресс-конференции глава мид россии сергей лавров в польше эти слова поняли по-своему речь идет о реакции на слова посла сша в польше джорджет мосбахер она написала сша может перенести свое ядерное оружие из германии в польшу в ответ на намерение берлина уменьшить ядерный потенциал а следовательно ослабить нато в мид россии в ответ заявили что выступление такого рода обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между россией и нато позднее лавров добавил что перенос ядерных вооружений будет нарушением основополагающего акта россия нато и выразил сомнения в реализации слов посла сша на практике что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из германии в польшу то это будет прямым нарушением основополагающего акта россия нато в котором блок нато обязался не размещать не в тот момент не в будущем ядерное оружие на территории новых членов цитирует слова главы мид россии польское издание в комментариях к материалу поляки яростно истерят по поводу российской агрессии и требуют скорейшего переноса ядерного оружия на их территорию некоторые отмечают что подобное не принесет стране никакой пользы только ухудшит ситуацию но их голоса тонут в какафонии русофобов российские ракеты нацелены на польские города я что-то не слышал чтобы россия спрашивала у польши на это разрешение пишет читатель американцы вынуждены защищать своих союзников и свои интересы добавляет аноним польша должна иметь собственный ядерный арсенал чтобы никому уже не пришло в голову на нее нападать подчеркивает другой читатель напомним что опасения по поводу переноса ядерного арсенала сша из германии в польшу высказали и китайские эксперты россии в случае конфликта сможет нанести ответный удар превратив польшу в радиоактивные руины отмечают они если польские власти надеются усилить свою защиту с помощью ядерного арсенала сша то результат будет обратным приводит мнение китайских экспертов nation news россия залезла в бюджет польши заставив ее заточить штыки на самом деле крайне жаль поляков одна из ключевых мировых держав лидер в евросоюзе страж европейских границ но за величие по обыкновению приходится платить в сторону польши обращены злые завистливые взгляды и все очевидно из-за главного достояния страны яблок иначе как объяснить тот факт что поляки рушат поговорку все дороги ведут в рим объясняя что путь на самом деле приведет человека в варшаву если отбросить юмор то можно с легкостью констатировать крайне завышенные представления польши о своей значимости на геополитической арене вот возглавляющий польское бюро национальной безопасности павел салах говорил о сохранении воззрения на внешние угрозы в новой стратегии страны главной считаются последствия агрессивной политики рф в документе идет речь о том что стране нужно увеличить расходы по оборонной статье цель выйти на рубеж в 2,5 процента ввп солох заверил что пандемия не привела к корректировке векторов политики кремля собственно а теперь под новой стратегией национальной безопасности польши расписался ее президент анджей дуда по его словам в документе отражены прежде всего изменения наступившие в польше и в мире за последние пять лет так за это время польша шагнула далеко вперед в вопросе милитаризации например в 2014 на территории страны не стояли лагерем войска нато и штатов причем за последнюю пятилетку страны увеличили число своих солдат на 30 тысяч человек оборонные расходы показали рост примерно в 40 процентах также был дан старт строительству газопровода болтик пайп что протянется от дании до польши таким образом как говорит дуда отпадет вопрос энергетической зависимости от российской стороны кроме этого прозвучали жалобы на то что для польши газ россии стоит дороже чем для германии на самом деле ничего нового не произошло все указанное выше это следствие польско-американского симбиоза в принципе мы об этом рассказывали вашингтон благодаря варшаве получил плацдарм для развертывания в европе своего воинского контингента под предлогом сдерживания российской агрессии в европе хотя на деле все кроется в желании накалить обстановку на российских границах побудив москву к ответным оборонным действиям и любые поползновения россии в этом направлении как раз будут транслироваться на западе как доказательство существования той самой российской агрессии для чего же польша в свое время выражала готовность взвалить на свои плечи значительную часть издержек за развертывание дивизии сша на своей территории в том числе посредством финансирования возведения требуемых для этого военных объектов тут речь идет о сумме до 2 миллиардов долларов в каких целях были закуплены 32 истребителя пятого поколения f-35 у штатов за 4,6 миллиарда долларов за тем что протекторат со стороны вашингтона и отыгрыш роли главного оплата европы в борьбе с агрессией россии прибавляют политический вес словам варшавы на европейской политической арене банальный пример вышеградская группа в составе венгрии чехии словакии и польши во время процесса выбора кандидата на пост главы еврокомиссии выступила против предложения ангелы меркель в лице нидерландского политика франца тиммерманса как все мы видим председателем по итогу стала урсула фон дер ляен устроившая страны центральной европы и указанная хорошо согласуется с мыслью что польша расценивает себя как центральную фигуру в восточной европе так что российская агрессия если и существует то только на бумаге политиков европы танки уралвагонзавода в белоруссии повергли в панику польшу польские политики и сми потребовали от нато незамедлительно усилить свое военное присутствие на территории страны из-за переброски в белоруссию пяти российских танков т-72 п-3 об этом пишет польское издание defense 24 российская группа уралвагонзавод из нижнего тагила проводит работы по модернизации на контрактном белорусском т-72 b партия из пяти модернизированных единиц т-72 п-3 доставленная из россии по железной дороге была передана 6 мая этого года в настоящее время у них около 532 танков т-72 в различных модификациях говорится в статье польские эксперты предлагают сделать акцент на противотанковых мерах в частности говорится о необходимости размещения противотанковых ракетных комплексов на бронетехники польской армии высказываются опасения относительно того что если русские белорусы одновременно ударит со стороны калининграда и бреста то до варшавы их танки могут дойти за несколько часов напомним еще в конце апреля министр национальной обороны польши мариуш блощак заявил что завершены переговоры с сша о закупке противотанковых ракетных комплексов джавелин 12 мая президент польши анджей дуда подписал новую стратегию национальной безопасности процесс подписания транслировался в прямом эфире по польскому телевидению а новость многократно перепита главными польскими информационными рупорами стратегия основной документ польского государства определяющий ее безопасность и обороноспособность принимается правительством республики на основании рекомендаций бюро нация безопасности и утверждается президентом новая ее редакция гласит что наиболее серьезной угрозой является не амперская политика властей российской федерации проводимая в том числе с помощью военной силы агрессия против грузии незаконная аннексия крыма и деятельность на востоке украине нарушила основные принципы международного права и подорвала основы европейской безопасности следует исходить из того что российская федерация продолжит политику подрыва существующего мирового порядка основанного на международном праве чтобы восстановить свою силу и сферы влияния нагнетается в документе главным ответом на угрозу со стороны россии согласно новой стратегии должно стать укрепление связей с евросоюзом и нато а также доведение уровня расходов на оборону польши до 2,5 процента ввп на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи